В Павлодаре ряды профессиональных педагогов скоро пополнят 82 полиязычных учителя. Выпускники пединститута будут обучать школьников точным наукам на английском, казахском и русском языках. По крайней мере, в это верят их наставники. А вот некоторые лингвисты сомневаются, что педагоги смогут соответствовать высоким требованиям и стандартам. Кымбат Бадарбесова работает в школе 8 лет. Два последних года помимо английского ведет еще и биологию. Теперь ученики 8 и 9 классов изучают естественную науку не только на казахском, но и на русском и английском языках. Первым делом заучивают термины. Когда два года назад мы начали заниматься, вести предмет на трех языках, естественно, сначала был страх как у меня, так и у детей. Но, несмотря на все трудности, мы справились и до сих пор справляемся с некоторыми проблемами. Но если у Кымбат уже была языковая база, то другим учителям-предметникам сложнее, особенно людям старшего поколения. Эксперимент по внедрению трехязычия начали еще в 2000-х. Так, в Павлодарской области отдельные предметы на трех языках ведутся в 66 школах. Выпускники полиглоты, как и все, в поисках работы. 82 педагога готовы преподавать биологию, физику, математику на трех языках. Представители вузов уверяют, что краснеть за новоиспеченных специалистов не придется. На английском языке велось 33% учебных дисциплин. Эти дисциплины вели преподаватели, владеющие английским языком. Они имеют высокий IELTS уровень, у них стажировки за рубежом были. Многие из них закончили второе и высшее иностранные языки. То есть у нас подготовка шла 4-5 лет назад. Жители города считают, знать английский, казахский и русский необходимо. Но детей должны учить не просто выпускники с дипломами, а настоящие профессионалы. Нормально, положительно. Почему? Ну, чтобы дети учили. Мы-то в свое время тоже два языка учили. Главное, знаете, правильное преподавание, правильное образование. Чтобы преподаватели были образованы. Иное мнение у частных репетиторов. Поток учеников из специализированных школ к ним не прекращается. Ребята бегут после занятий восполнять пробелы в знаниях. Екатерина Шудрова дает частные уроки почти 9 лет. И говорит, что у лингвистов не все в порядке с английским. Не то, что у предметников. У нас образовалась вакансия. И нам достаточно сложно было найти человека, который бы знал английский настолько хорошо, чтобы он мог качественно его преподавать другим детям. А многих это повергло в такой вот шок. Как? Мне нужно преподавать прямо на английском, все. Шумиха вокруг трехязычия не утихает. Как оказалось, никакого специального тестирования учителя не проходит. О том, что студент обучался в рамках программы полиязычия, указывается в выписке диплома. Выяснить уровень знания языка по международным стандартам учитель может только по своему желанию. Но проходить тестирование никого не обязывают. А значит, эксперименты на детях продолжатся.